МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редакция Телеэкспресс представляет новости нашего города. В студии Оксана Балун. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. А будет ли миллиард? Появилась информация о том, что правительство округа не выделит коммунальщикам обещанные деньги на погашение долгов? Станет ли энтузиастом в четырехполосной? В городе решается вопрос о расширении одной из улиц. И когда вновь зазвучат песни, почему закрыт Центр национальных культур и когда его откроют? Денег до сих пор нет и неизвестно, будут ли они. Примерно с таким смыслом на официальном сайте российского информагентства сегодня появилась статья, которая, по сути, предвещает новые коммунальные потрясения Ноябрьску. Речь идет почти о миллиарде рублей, которые по предварительной договоренности с ямальскими властями из бюджета округа в качестве субсидий должны были быть перечислены в город и направлены на погашение долгов управляющих компаний перед поставщиком ресурсов, обществом «Энергогаз-Ноябрьск». Напомню, долг управляющих компаний в 908 миллионов рублей образовался в результате несовершенства российского законодательства, согласно которому заводу жители платили управляющим компаниям по показаниям индивидуальных приборов учета, а те с поставщиками ресурсов должны были рассчитываться по нормативу водопотребления, который, к слову, был завышен. Судебные разбирательства между сторонами привели только к тому результату, что все управляющие компании, а их на тот момент было три, оказались на грани банкротства. Позже в отношении двух компаний была введена процедура внешнего управления. Деньги из округа должны были, во-первых, поставить точку в многолетнем споре, а во-вторых, помочь самому «Энергогаз-Ноябрьску» рассчитаться со своими многомиллионными долгами перед пенсионным фондом и страховщиками. Теперь, когда поддержка из округа под вопросом, некоторые эксперты считают, что перед угрозой банкротства может оказаться сам «Энергогаз-Ноябрьск», а вот с управляющими компаниями хуже, чем было, уже не будет. Некоторые из них уже планомерно погашают старые долги. Однако официальных комментариев этой информации пока нет. Очередной порыв на внутриквартальных сетях в 7-м микрорайоне доставил много неприятностей жителям города и работникам «Энергогаз-Ноябрьска». В одном доме полностью, еще в одном частично, люди на 4 часа остались без отопления. Коммунальщики, прежде чем устранять проблему, вынуждены были искать владельцев машин, которые оказались в зоне порыва. А это весьма непросто. Специалисты говорят, порывов и на магистральных, и на внутриквартальных сетях в этом году раза в два больше, чем в прошлом, сказывается изношенность труб. И если в инженерную инфраструктуру города уже сейчас не вкладывать большие деньги, ситуация будет только усугубляться. Должна ли улица «Энтузиастов» стать четырехполосной? Жителям «Ноябрьска» предлагают принять участие в общественных слушаниях, которые запланированы на 7 февраля. В рамках проекта межевания микрорайона В предполагается улицу расширить, а в перспективе увеличить площадь одного из магазинов по просьбе его хозяина. Предприниматели просят организовать у торговой точки стоянку для удобства клиентов. Как утверждают авторы проекта, объединение двух земельных участков благоприятно отразится на развитии бизнеса, поскольку повлечет за собой увеличение налогооблагаемой базы. Что же касается самой проезжей части, в плане предусмотрена возможность ее расширения для увеличения пропускной возможности автомобилей. «Рассматривается перспективный вопрос о расширении улиц энтузиастов, но это не говорит о том, что это будет сделано в ближайшие годы. В перспективе город расширяется, не только улиц энтузиастов, но и многие другие улицы города, потому что у нас численность машин растет, интенсивность увеличивается, и город все-таки расстраивается. Это чисто только на этот участок с учетом перспективы развития». Вот уже неделю с 17 января в Центре национальных культур непривычно тихо не звучат песни разных народностей и не работают досуговые формирования. А дело все в том, что это учреждение культуры закрыли пожарные. Почему и надолго ли, выясняла Ольга Попова. В декабре сотрудники отдела надзорной деятельности провели в Центре национальных культур очередную проверку, в результате которой обнаружили нарушение требований пожарной безопасности. «Те нарушения, которые мы на сегодня имеем, они также с собой несут непосредственную угрозу. Поэтому по результатам проверки были составлены все необходимые документы. Это и акт, и предписание, и, естественно, протокол административного правонарушения. Протокол об административном правонарушении был направлен в суд для рассмотрения, и по результатам рассмотрения в суде было принято решение о привлечении к административной ответственности в виде административно-образной деятельности на срок 90 суток». Не работает Центр уже неделю, 17 января. За три месяца предстоит устранить несколько предписаний пожарных. Их немного, но они все же есть. С повторной проверкой сотрудники отдела надзорной деятельности придут сюда 1 мая. «Это нарушение и к путям эвакуации, это отсутствие второго эвакуационного выхода со второго этажа здания, это и отделка потолка на путях эвакуации именно в фойе второго этажа горючими материалами, это отсутствие люков дыма удаления именно в концертном зале». Все мероприятия, которые были запланированы в Центре национальных культур на этот период, будут проходить в других учреждениях культуры. В основном это музейный ресурсный центр, нефтяник и молодежный центр. Будет продолжена и работа творческих коллективов. «В настоящее время ведется подготовительная работа по устранению противопожарных предписаний. За 90 дней, я думаю, будут проведены все необходимые мероприятия и в мае учреждение будет работать». Ольга Попова, Александр Иванов. Новости нашего города. Более полутора тонн щекура и муксуна через Карамовский пост незаконно пытался провести предприниматель из Нового Уренгоя. 19 января ноябрьские сотрудники госавтоинспекции на Карамовке остановили водителя КАМАЗа, который направлялся из Нового Уренгоя в Тюмень. При досмотре выяснилось, что в кузове находится рыба ценных пород, при этом никаких разрешительных документов на нее у водителя не оказалось. Хозяин груза, предприниматель из газовой столицы, пытался решить возникшие проблемы с помощью 200 тысяч рублей. Однако подкупить ноябрьского полицейского не удалось. Предпринимателя задержали во время передачи взятки. Для разбирательства автомобиль направлен в город Ноябск, куда прибыл также владелец груза, это коммерсант из города Новый Уренгоя, который вот таким специфическим образом попытался решить проблему с тем, чтобы прекратили в отношении его проведения проверки и вернули груз, попытался передать в качестве взятки его переполомощенные денежные средства. В настоящее время следственным отделом по городу Ноябск в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия. Государственная дума приняла во втором и сразу же в третьем чтениях законопроект об улучшении денежного содержания сотрудников Следственного комитета России. Согласно поправкам, которые вносится в федеральный закон о Следственном комитете, с января 2013 года сотрудникам ведомства за особые условия службы будут доплачивать 100% должностного оклада, с апреля 125%, а с октября 175%. Кроме того, сотрудникам комитета, работающим в районах Крайнего Севера, будут раз в год оплачивать проезд к месту проведения отпуска на территории России и обратно. Законопроект о поощрении служащих Следственного комитета был в декабре внесен на рассмотрение Думы с комментарием о том, что в прочих силовых ведомствах в 2012 году началось повышение зарплат. Однако в прокуратуре и Следственном комитете таких улучшений не было. Депутаты выразили опасение, что такое положение дел приведет к оттоку из СК квалифицированных кадров. В первом чтении поправки одобрили 21 декабря. О планах и перспективах Следственного комитета Ноябрьска на предстоящий год, о том, какие громкие дела раскрыты в году 2012, и какие еще предстоит раскрыть. Об этом сегодня сразу после новостей смотрите в актуальном интервью с заместителем руководителя Следственного отдела Ноябрьска Игорем Агеевым. Владимир Путин призывает федеральной и региональной власти разработать новые эффективные формы поддержки многодетных семей. Более того, он наказал совершить настоящий прорыв в этой области уже в ближайшие годы. Президент напомнил, что одной из мер поддержки, направленной на улучшение жилищных условий многодетных семей, является бесплатное предоставление земельных участков. По словам главы государства, в очереди на улучшение жилищных условий сегодня стоят более 110 тысяч таких семей. Вы знаете, главы многих регионов просят дать им возможность самостоятельно определять наиболее действенные формы помощи и поддержки многодетных семей. Многие из вас говорят, что далеко не всегда эффективно делать это за счет бесплатного предоставления земельных участков. Может быть и так. Но тогда надо, чтобы предлагалось другое, не менее эффективное. Давайте этот вопрос обсудим, сказал президент. Ну а далее, коротко о том, что на этой неделе для своих читателей подготовили корреспонденты газеты «Слово нефтяника». Не отстать, внедрить, выиграть – таков лозунг и руководство к действию абсолютного большинства успешных компаний, в список которых, безусловно, входит и предприятие «Газпромнефтноябрьснефтегаз». Следуя вышеуказанному девизу, ноябрьские нефтяники в канун Нового года провели на 534-м кусте Вангапуровского месторождения свой первый многостадийный гидроразрыв пласта на боковой зарезке ствола. О том, как передовые технологии позволяют предприятию реанимировать бездействующий фон, читайте на четвертой странице свежего номера. Председатель ноябрьского городского суда Виктор Эмих дал интервью и провел для корреспондентов СН экскурсию. О гласности судебных решений, либерализации правосудия и о том, какой у городского суда есть талисман, читайте на развороте шестой и седьмой страниц. Прошедший год выдался довольно урожайным на выдающиеся киноленты, заслуживающие особого внимания. Редакция СН на восьмой и девятой полосе выпуска составила рейтинг фильмов 2012 года, получивших признание критиков и любовь зрителей. И в завершение выпуска блок спортивных новостей. Спортивная семья Ахмедзяновых из «Газпромнефт-Ноябрьск-Нефтегаза» стала серебряным призером на соревнованиях «Папа-мама-я» «Спортивная семья» среди команд, представляющих трудовые коллективы предприятий «Ноябрьска». По итогам двух дней упорной борьбы работники «Газпромнефт-Ноябрьск-Нефтегаза» заняли второе место. По условиям соревнований команды состязались в пяти видах спорта – дартсе, легкоатлетической эстафете, плавании, настольном теннисе и шашках. Соревнования среди семейных команд проводились в рамках спартакиады трудящихся «Ноябрьска» за единую и здоровую Россию в 21 веке. В «Ноябрьске» состоялся повторный матч между местными дружинами «Газпромнефт» и «Вираж», которые выступают в чемпионате России по мини-футболу среди любительских коллективов. Поединок «Ноябрьского дерби» начался без раскачки. Первая же атака горожан и счет открыт – 1-0. «Нефтяники» проводят затяжной штурм и через минуту восстанавливают равновесие – 1-1. «Нефтяники» и дальше в нападении демонстрировали изобретательность, играли с «Живинкой», расстреливая ворота горожан с разных дистанций. Но блестяще играл голкипер, который неоднократно спасал свою команду. Однако и он был бессилен против коварного удара на десятой минуте. Мяч сначала угодил в штангу, а затем, попав в спину вратаря, предательски закатился в ворота. А вскоре «Нефтяники» разыгрывают великолепную многоходовку, и счет становится уже 3-1 в их пользу. Как и в первом матче, к концу первого тайма футболисты виража перебрали безнаказанное количество фолов, и в их ворота были назначены два 10-метровых удара. В первом случае Дмитрий Большаков простил соперников, а вот Сергей Мильник был точен – 4-1. Начало второго тайма получилось несколько сонным. «Нефтяники», введя в счете, сбавили обороты и перешли на энергосберегающий ритм игры. Горожане атаковали, но уж как-то без зуба получалось у них это. Разбудил обе команды выстрел почти с центра поля, игрок виража решился на удар с дальней дистанции и попал точно в угол. А спустя две минуты вираж вновь забивает и возвращается в игру – 4-3. Почуяв неладное, «Нефтяники» завелись, резко взвинтили темп и превратились в машину по забиванию голов. За 7 минут «Газпромнефть» умело отличиться 4 раза. Три мяча на счету Дмитрия Большакова, и счет становится 8-3. Исход поединка был, конечно, предрешен, но разбуженные команды продолжали радовать переполненные трибуны результативной игрой. Вираж делает счет 8-5. Ну а последнюю точку в этом матче ставит капитан команды «Газпромнефть» Кирилл Твердов. 9-5. Мы завоевали свои 6 очков, потому что длинный турнир, и у нас самые основные соперники, это еще впереди, это «Ханты» и «Сургутская» команда. Поэтому наша задача – быть первыми. Свои следующие матчи «Газпромнефть» проведет вновь на домашней арене 2-го и 3-го февраля. Соперником «Ноябрьцев» будет «Нефтьюганский Спартак». Сегодня же, благодаря двум победам, «Газпромнефть» переместилась на третью строчку, а по потерянным очкам является лидером зоны «Западная Сибирь». Алексей Попов, Артур Кабаневский. Новости нашего города. На сегодня у меня все. Прогноз погоды через несколько секунд. А я желаю вам всего хорошего и до свидания. Партнер программы – магазин «Поти Сан-Тверса», торговый центр «Клубника». Зима наполняет мир красотой, но порой за поворотом она прячет неожиданные сюрпризы. Какой бы ни была зимняя дорога, волшебный или непредсказуемый, вы спокойны за близких, когда впереди надежный ориентир. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вас ждут качественное топливо и теплый прием. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир на зимней дороге. 25 января в Саликарде облачно. Ветер западный до 3 метров в секунду. Температура 30 градусов мороза. В Муравленко временами снег. Ветер юго-западный до 1 метра в секунду. Температура минус 24 градуса. В ноябрьске переменная облачность. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Температура 23 градуса ниже нуля. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду.